Покорив человечество, грех убил всех певцов, за исключением тех, кто принадлежал к роду надежды. Надежда продолжает петь для человечества посреди скорби и греха. У нас, верующих во Христа, есть надежда на славу, живая, вечная, божественная надежда, поэтому у нас есть песни. Пока живет надежда, мы не прекращаем петь «А я всегда буду уповать на тебя и умножать всякую хвалу тебе». Наша надежда год от года становится смелее и все ближе встреча с тем, на что надеемся. Мы все громче поем песни хвалы «А я всегда буду уповать на тебя и умножать всякую хвалу тебе». Умирающая надежда рождает умирающие песни. Но надежда вечная и бессмертная, разгорающаяся, как заря, рождает богатырскую песню, набирающую силу и взмывающую все высшее в небеса. Берегите, братья мои, свою веру, веру и надежду, иначе не будет звучать хвала Богу. Чем больше вы уповаете на благо, обещанное Богом, тем больше вы будете воздавать Ему хвалу, которой Он достоин. Она будет принята им через Иисуса Христа, и которая является вашей данью Его благодати. Давид был усерден в восхвалении Господа. Он был певцом-труженником в Израиле, начальником хора перед Господом. И он дает обет славить Его еще больше. Как правило, именно те, кто делает много, могут делать еще больше. Давид был уже стар. Неужели Давид, которого одолела старческая немощь, будет больше славить Господа, чем в дни молодости, когда он был полон сил? Если он не сможет превзойти песни в былые дни громкостью голоса, он превзойдет их искренностью сердца. Он в беде, но это не повод отдавать первое место в прославлении Господа тем дням, когда он был в зените славы. Он воспоет Господу еще более прекрасную песнь любви теперь, когда пришло время невзгод. Давид не отступил. Он воспевал Господа, когда был юн и пас овец у отца своего. С гуслими в руках, в тени дерева, он поклонялся Господу, пастырю своей души, чей жезл и посох были утешением и светом. Когда он был гоним, то сотрясал Адалламскую пещеру звуком имени Яхве. Став царем, он написал еще больше псалмов, и его струнные инструменты не простаивали ни дня без воспевания хвалы Богу, его спасения. Неужели мог этот пламенный певец сделать еще один шаг вперед? Вот он изо всех сил пляшет перед ковчегом Господним. Можно ли явить больше радости и рвения? И все же он говорит, что будет умножать всякую хвалу тебе. Под конец жизни у него появилось больше проблем, чем во времена Саула. Он превратился в старого и больного человека, но, несмотря на это, он не ропщет, а делает свою хвалу все более возвышенной. Возлюбленный, с неописуемой радостью я обращаюсь сегодня к вам после столь долгого перерыва и прошу Святого Духа, чтобы мои слова смогли оказать воздействие на вас. Сегодня наша беседа об умножении хвалы Богу. У меня нет намерения призывать вас славить Бога. Я предполагаю, что вы уже делаете это, хотя, возможно, не все. Сегодня я буду обращаться к тем из вас, для кого прославление Бога – реальность повседневной жизни. Ну, а тех, кто не славит Бога, я не могу призывать прославлять Его все больше и больше, поэтому обращаюсь именно к тем, кто любит восхвалять Господа. Я призываю вас дать обет Давида. Буду умножать всякую хвалу тебе. Во-первых, прежде всего, обращаюсь к вам с призывом принять решение все больше и больше прославлять Бога. Почему надо принять такое решение? Для этого существует так много причин, что я не знаю, какую выбрать, чтобы начать. Давайте начнем с того, что мы должны славить Бога все больше и больше, потому что до сих пор очень мало прославляли Его. Хвала, звучавшая из наших уст, очень далека от той, которая должна была бы звучать. Каждый из нас, хотя бы немного подумав, согласится с этим. Вспомните, брат, сестра, что Господь совершил для вас. Несколько лет назад вы были в грехах, вам грозила неминуемая гибель, но Он призвал вас своей благодатью. Грех был вашим бременем и проклятием, а Он избавил вас. Не думали ли вы в первые дни радости прощенного грешника сделать, любить и служить больше, чем получилось на самом деле? Как вы воздали заполученные дары? Соответствует ли воздаяние дару? Вот я вижу поле зрелой пшеницы, готовое к жатве. Землепашец заплатил за аренду, вспахал, удобрил, посеял, прополол. Пришло время урожая. Труженик получает прибыль, и он доволен. Но вот я вижу другое поле. Мое сердце и ваше сердце тоже. Что хозяин поля сделал для него? Он всемогущей рукой поднял целину. Он огородил и вспахал его. Он поливал его, как ни одно другое поле, ибо кровь Христа оросила его и удалила древние проклятия. Сам Божий Сын отдал всего себя, чтобы бесплодная пустыня превратилась в сад. А урожай? Каков же урожай? Оправдал ли он затраченный труд? Принесла ли пашня прибыль? Я боюсь, что при ответе краска стыда может залить ваше лицо. То там, то здесь больной, одинокий колосок склоняет голову перед необъятной любовью, изменившей прежнюю пустыню. Пусть же чувство стыда побудет нас принять вместе с Давидом твердое решение. С помощью великой благодати Божьей я, отъявленный грешник, засучу рукава и возьмусь за дело. Буду умножать всякую хвалу тебе. Следующая причина так и просится быть высказанной. Мы все-таки славили Бога, и никогда это не утомляло нас, но всегда приносило удовольствие и пользу. Я бы никогда не стал лгать даже в пользу Бога, и я свидетельствую, что самыми счастливыми минутами моей жизни всегда были минуты прославления Господа. Я никогда не приближался к небесам так близко, как при поклонении, прославлении и восхвалении Господа. Я уверен, что мои слова подтвердит любой христианин. Среди земных радостей, значения которых я ничуть не хочу признать, нет радости, подобной той, которую мы испытываем во время восхваления Бога. Невинное веселье у костра, счастье, семейной любви не могут сравниться с радостью поклонения, восторгом от ощущения близости Всевышнего. Земная жизнь дает нам в лучшем случае воду, но это небесное занятие подобно вину Спира в Кане Галилейском. Самая чистая и вдохновенная радость заключена в прославлении Бога, в предвосхищении того времени, когда мы будем рядом с Ним вечно. Братья, если восхваление Бога не было для вас утомительно, возобновите его и вложите в него больше сил и чувств. Скажите, буду умножать всякую хвалу тебе. Если кому-то покажется, что вы устали от служения Господу, ответьте такому человеку, что прославление Бога дает такую свободу, такой отдых и такое вдохновение, что у вас нет никакого желания прекращать его. А если для кого-то служение Богу рабство, то я хочу быть вечным рабом. Пусть мое ухо будет проколото у косяка дома моего Господа. Моя душа радостно поет. У меня одно стремление – больше и больше служить Божьей славе. Великое для меня приобретение – быть ничем ради Христа. Для меня все во всем славит Тебя, мой Господь, пока я существую. Третья причина не заставляет себя ждать. Мы, несомненно, должны сегодня славить Бога больше, чем вчера, потому что мы получили больше благословений. Мы были одарены и многими земными благами. Начните с этого, потом поднимитесь выше. Некоторые из вас, дорогие братья и сестры, без труда могут назвать те приходящие благословения, которые вы недавно получили. Вы находитесь в положении, оказавшись в котором Иаков сказал, «С посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». «Когда вы впервые оставили отчий дом, чтобы начать самостоятельную жизнь, ваш кошелек был тощ, и горизонт непроглядно мрачен. Но посмотрите, какое положение вы занимаете сейчас. Как Бог благословил некоторых из вас!» Иосиф прошел путь от темницы до престола. Давид — от овчарни до царского дворца. Посмотрите на пройденный путь и воздайте Богу должное. Он поднимает нищего из праха и делает его равным князьям. Вы были безвестны и бессильны, но каким положением и влиянием наделила вас милость Божья? Разве это ничто? Вы ведь не презираете небесный дар. Так почему же не славите Господа все больше и больше? И я надеюсь, что вы будете делать это. Вы должны его славить, а иначе можете потерять его милость. Возможно, провидение поступило с вами не совсем так, как я описывал. Но Бог проявил к вам не меньшую доброту в какой-то другой форме. Вы не поменяли того положения, в котором вы находились в начале жизни. Зато вам была дана сила заниматься этим трудом, каким вы занимаетесь. Ваше здоровье и умение было сохранено. Вы никогда не испытывали недостатка в пище и одежде. И, что самое важное, ваше сердце оставалось довольным, и взгляд не угас. Мой дорогой друг, неужели ты не благодарен? Разве не станешь ты восхвалять своего небесного Отца все больше и больше? Мы не должны слишком высоко ценить приходящее благосостояние, чтобы нам не стать мирскими людьми. Но есть реальная опасность того, что мы недооцениваем материальные благословения и остаемся неблагодарными Господу. Мы не должны относиться к материальному настолько легкомысленно, чтобы перестать чувствовать себя обязанными Ему. Иногда нам приходится слышать о больших благословениях. И в связи с этим я хочу задать вам вопрос. Можете ли вы перечислить свои большие благословения? Свои я посчитать не могу. Уж не думаете ли вы, что вам хватит пальцев одной руки? Мне не хватает бесконечности. Я думал об этом и решил сказать об этом открыто. Для меня было большим благословением уже то, что я мог перевернуться сбоку на бок. Кто-то из вас улыбнется. Но поверьте, я не преувеличиваю. Я готов был хлопать в ладоши от радости, когда смог поворачиваться в постели без боли. И сегодня величайшее благословение для меня стоять перед вами прямо. Не задумываясь, мы говорим, что больших благословений в нашей жизни не больше двух десятков. Дети, здоровье и тому подобное. Но когда наступает время испытаний, оказывается, что мельчайшая милость со стороны Бога – великий дар божественной любви. И мы несчастны, если лишаемся ее. Пойте песни хвалы, черпая воду из источников нижних. И когда сосуд наполнится до краев, прославьте Господа еще больше. Но не должны ли мы еще больше и больше славить Бога, вспоминая о духовных благословениях? Как Бог благосклонен к нам. Десять лет назад вы славили Бога за благословение Завета, который Он заключил с вами. Но сколько новых благословений вы получили за эти годы? Сколько лучей света во тьме? Сколько ответов на молитву? Сколько решений сложных проблем? Сколько радости от общения? Как часто вы получали неожиданную помощь в трудную минуту? В скольких сражениях побеждали? Сколько раз вам открывалась божественная любовь? К усыновлению были присовокуплены все преимущества наследника, к оправданию уверенность в спасении, к обращению сила живущего внутри Святого Духа. И помните, что в мешке Вениамина не было серебряной чаши, пока Иосиф не положил ее туда. Так и в вас не было духовного добра, пока Господь милостиво не поместил его в вас. Поэтому прославляйте Господа. Пусть громче звучит ваша песня. Хвалите его на звучных кимвалах. Коль скоро мы не можем измерить его милость к нам, давайте безмерно хвалить его имя. Буду умножать всякую хвалу тебе. Но пойдем дальше. В течение многих лет мы смогли удостовериться в верности, неизменности и истинности нашего Бога. Мы ощущали влияние этих качеств, когда грешили против Него. Мы убеждались в них, когда Господь изливал на нас потоки благословений. Так неужели это не дает оснований для хвалы Бога? Наш долг к Богу растет не по дням, а по часам. Бог так добр, что одно мгновение Его любви к нам заслуживает целые жизни нашей хвалы. Не надо также забывать, что чем больше христианин растет в благодати, тем более возвышенным становится его представление о Боге. Наши самые возвышенные представления о Боге бесконечно далеко от Его реальной славы. Возрастающий во Христе лучше понимает Божье величие сегодня, чем в день своего обращения. Величие же Бога всегда требовало от человека хвалы. Велик Господь и достохвален. Другими словами, Его величие заслуживает великой хвалы. А если Бог стал более великим в моих глазах, значит, я должен больше славить Его. Если в моих глазах Он стал более нежным Отцом, если суровей стала Его справедливость, если удивительнее стала мудрость, замыслившая спасительное искупление, если я полнее стал воспринимать Его вечную, неизменную любовь, тогда пусть каждый новый шаг в моем понимании Бога побуждает меня повторять. Буду умножать всякую хвалу Тебе. Я слышал о Тебе слухом ухо, но теперь мои глаза видят Тебя, поэтому я отрекаюсь в прахи и пепли, и буду более возвышенно прославлять Тебя. Пусть до самого престола Твоего вознесется моя песня. Я видел, словно только края одежды Твоей, но Ты укрыл меня в расселении скалы спасения, которая есть Иисус Христос, и провел славу Свою предо Мною, и поэтому я буду славить Тебя, как Серафим, и соперничать с ангелами в восхвалении Твоего имени. Немногим мы научились у Христа, если не научились восклицать, буду умножать всякую хвалу Тебе. И снова мне приходится выбирать одну причину из тысячи, почему надо прославлять Бога все больше и больше. Она заключается в том, что мы приближаемся к месту, где вечно будем петь Ему совершенные песни хвалы. Никогда мы не сотрясаем эти стены большей радостью, чем в минуты пения о Небесном Доме Отца, о том, что Он уже виднеется на горизонте. Воистину, Небеса являются единственным домом для наших душ, и мы никогда не найдем покоя, пока не достигнем небесных обителей. Одна из причин покоя в Небесном Доме состоит в том, что мы, как сотворенные существа, непрерывно сможем исполнять свое предназначение. Ближе ли я к Нему? Тогда я больше буду заниматься тем делом, которое ждет меня на небесах. Мои братья в возрасте, я поздравляю вас. Вы почти дома. Хвалите же Его, как никогда прежде. Ускорьте свои шаги, приближаясь к славе нового неба и новой земли. Жемчужные ворота уже открываются перед вами. Возвышайте голос в пении, дорогие братья, хотя вы теряете силы с каждым днем, но пусть ваша песня звучит с каждым днем все сладостнее и искреннее, пока не сольется с шумом вечного ликования. Нужно ли мне говорить вам еще о других причинах, почему мы должны славить Бога все больше и больше? Если названных причин недостаточно, тогда я скажу еще об одной. Мы должны как никогда усердно славить Бога, потому что Божьи враги очень усердно стараются обесчестить Его имя. Наступило время нахальных зубоскалов. Не закипает ли ваша кровь от негодования, когда вы слышите, что жалкие парижские революционеры убили Бога? Но я еще больше ужаснулся, когда прочитал слова одного из их философов, утверждающего, что надо вновь вернуться к религии, что надо вернуть людям идею Бога, еще, по крайней мере, лет на десять. Худшего надругательства над верой атеистами не придумать. Но зачем ходить так далеко? Можно не переплывать Ла-Манш, а посмотреть на нашу страну. На континенте люди более открыто выражают свои взгляды, чем по эту сторону пролива. Среди нас процветает такое же неверие. Однако оно прикрывается заявлениями о почитании Писания с одновременным отвержением Его фундаментальных учений. Христос отходит на задний план, а Его место занимают священники. Во главу угла ставят церковные таинства, а веру в великое искупление почитают за ничто. Братья, те люди, которые придерживаются этих взглядов, не дремлют. Они трудятся без устали. Мы можем спокойно и беспечно относиться к своей вере. Увы, это происходит. Но эти люди ревностно пропагандируют свое неверие. Они обходят сушу и море, дабы обратить в неверие хотя бы одного. И когда мы думаем об этих энергичных служителях сатаны, то должны сказать себе, «Неужели Ваалу буду служить, а всемогущему Яхве нет?» «Пробудись, душа моя! Воспрянь мой дух! Восстань немедленно! И прославляй твоего Бога больше и больше!» Говоря о таком отношении атеистов к Богу, я радуюсь от того, что многих из вас, знающих и любящих Бога, не надо убеждать прославлять Его, потому что ваши души сами собой жаждут этого. Если вы и лишены на некоторое время возможности служить Богу вместе со всеми, то стремитесь во дворы Господней и с завистью смотрите на ласточек, вьющих гнезда под сводами храма. И время тянется для вас ужасно медленно, когда вы не можете совершать свой обычный труд для Церкви Христовой. Исполнение воли пославшего Его было для нашего Господа и пищей, и питьем. Так и вы, если лишены возможности исполнять эту волю, остаетесь словно без пищи и питья, испытывая мучительное чувство неутоленного голода. «О, брат мой, верующий, разве не жаждешь ты славить Бога? Я уверен, что ты сейчас думаешь, «О, если бы я мог славить Его лучше!» Наверное, то же самое ты обычно чувствуешь, совершая служение для Христа. Как бы я желал больше прославить Его этим трудом? А может быть и так, что твое состояние не позволяет тебе много делать для Господа? И у тебя не раз появляется желание, чтобы Бог изменил твое положение, и ты бы смог, нет, не здоровьем наслаждаться, а больше делать для Него. И больше всего, я знаю, ты хочешь избавиться от греха и от всего, что мешает тебе прославлять Бога все больше и больше. Поэтому мне не нужно больше убеждать тебя. Твое собственное сердце сделает это вместо меня. Перейдем к следующему разделу нашей беседы. Да поможет нам Святой Дух изгнать все то, что мешает нам славить Бога все больше и больше. Сонливость в деле прославления Бога подобна смерти. Христианин очень легко может поддаться дреме. Я замечаю, что это происходит даже на богослужениях. Верующие просто отбывают положенное время на собрание. Тем более сонливость одолевает их в повседневной жизни. Вместо того, чтобы славить Бога все больше и больше, они повторяют одни и те же слова хвалы, да и то с трудом. Давайте сбросим с себя это греховное оцепенение. В любом служении христианин должен быть бодр, тем более в прославлении Бога. Только представьте себе сонного херувима перед престолом Божьим или ангела, клюющего носом во время пения священной песни. Это просто смешно. Так неужели земля станет оскорблять величие небес дремотой? Нет. Давайте мобилизируем все свои силы и способности. Пробудитесь. Пробудитесь. Мешает нам славить Бога и раздвоенность жизни. Мы не можем, какое бы твердое решение не приняли, славить Бога все больше и больше, если с каждым годом позволяем миру все больше завладевать нашими мыслями. Если я говорю, буду умножать всякую хвалу тебе и одновременно думаю лишь о том, как сколотить состояние или отдаю своему бизнесу чрезмерно много времени, то мои слова ничего не стоят. Я не против предприимчивости. Нет. Иногда в жизни человека наступает такое время, когда он лучше всего может прославить Бога расширением производства или рынка сбыта. Однако я знаю людей, которые ревностно прославляли Бога, но не довольствовались своим положением и прекращали вести уроки в воскресной школе, участвовать в создании новой церкви, посещать больных и бросали многие другие дела, потому что получение денежной прибыли отнимало у них слишком много сил и времени. Возлюбленные, когда-то вы поймете, что, приобретя полмира, вы ничего не добились, потому что упустили возможность прославить Бога. Чем старше мы становимся, тем больше сил должны посвящать одному делу, ради которого стоит жить, прославлению Бога. Еще одно препятствие на пути прославления Бога – самодовольство. Следует признать, что христиане очень легко впадают в это состояние. Мы верим в то, что мы являемся очень достойными людьми, только почему-то никогда не говорим об этом вслух. Иногда мы даже можем признать в совмолитве, что мы ничтожные грешники, и, думаю, в этих словах есть доля искренности. Но в то же время мы глубоко убеждены, что заслуживаем уважения, и с нас можно брать пример во многих отношениях. А когда мы сравниваем себя с другими верующими, то вынуждены признать себе, что прославляем Бога гораздо лучше их. Возможно, я говорю слишком откровенно, но разве подобные мысли не посещают нас? Как это ужасно, когда грешник доволен собой. Самодовольство – это конец любого совершенствования. Но, дорогой друг, какое тебе дело до карликов, если ты хочешь сравнить себя с другими христианами, то посмотри на исполинов прошлого. А лучше совсем избавься от привычки сравнивать себя с другими людьми. Взирай на нашего Господа, который во всем нас превосходит. Нет, нет, мы не будем льстить себе, но, смиренно осуждая себя, примем твердое решение больше и больше славить Господа. Почевать на лаврах также очень опасно. Когда мы были молоды, то много трудились для Бога. Иногда мне встречаются трутни в христианском улье, которые хвалятся тем, что когда-то, в прошлом, они собрали много меда. Другие рассказывают о том, как быстро их лодка неслась вперед в прошлом. Хотел бы я посмотреть на этих чудо-грибцов в дни их молодости. Очень жаль, что эти братья не могут взяться за первостепенные дела. Это принесло бы пользу не только церкви, но и им самим. Представьте себе, что Бог говорит вам «Живите прошлым». «Двадцать лет назад я послал вам большие благословения, живите ими, с меня хватит благословений». Или представьте, что вечный и возлюбленный Дух говорит «Я произвел работу в вашем сердце тридцать лет назад, но я устраняюсь и больше ничего делать не буду». Где бы вы были и что бы с вами было сейчас? Так что, мои дорогие братья, если вы хотите постоянно черпать свежую воду из вечных источников, я призываю вас постоянно прославлять благословенный исток всего. Да поможет нам Господь отбросить все то, что мешает нам прославлять Его. Возможно, кто-то из присутствующих страдает сейчас. Он так подавлен, измучен нищетой и болезнями, что говорит «Я не могу славить Бога все больше и больше, могу лишь все больше и больше отчаиваться». Дорогой брат, да даст вам Господь вполне покориться Его воле, и тогда чем тяжелее будут ваши страдания, тем прекраснее будет ваша песня. Я знаю, в это трудно поверить, но доверьтесь Богу, и вы будете славить Его за каждую немощь, за каждое страдание, а еще больше за благословение и радость. В одной старой книге я прочитал короткую, но трогательную историю. Бедная вдова и ее маленький сын оказались в большой нужде. Голодная смерть стала реальной угрозой. Мальчик посмотрел в глаза своей матери и спросил, «Мама, правда, что Бог не позволит умереть умереть от голода?» «Да, мой дорогой сын», ответила вдова, «Я думаю, он не позволит умереть нам от голода». «Но, мама, сказал мальчик, даже если это случится, ведь правда, мы будем прославлять его пока живы». Да поможет Бог тем, чья голова покрыта сединой, повторить слова этого маленького мальчика и сделать так, как он сказал. «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». Мы принимаем доброе из рук Господа, так неужели мы не примем злое? Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Буду умножать всякую хвалу Тебе. Уделим буквально несколько минут размышлением о том, как воплотить в жизнь решение прославлять Бога. Я указал причины, которые требуют прославления Господа, и показал препятствия, мешающие нам славить Его. Теперь я хочу помочь вам практически восхвалять Бога. Как начать прославлять Бога все больше и больше? Ревнуя о Боге, человек говорит, сегодня я возьмусь за новое служение. Но остановись на минуту, дорогой брат. Если ты хочешь прославлять Бога, то не мешало бы начать с себя. Музыкант сказал, я буду лучше прославлять Бога, но забыл, что трубы его органа забились, струны ослабли. Инструмент необходимо настроить. Если мы намерены славить Бога, то не должны делать это подобно тому, как ныряют дети головой вперед. Нет, сначала подготовьте себя, настройте свое сердце. Вам нужна помощь Духа, чтобы подготовить душу к восхвалению Бога. Не каждый способен на это. Поэтому пойдите в свою комнату, исповедуйте прошлые грехи и попросите Господа дать вам больше благодати, чтобы вы могли начать больше прославлять Его. Если мы намерены прославлять Бога все больше и больше, тогда нам следует улучшить свои уединенные молитвы. Бог прославляется горячей молитвой и преклонением перед Ним. Проповеди это не плод, а только сеяние. Истинным плодом является песня. Я имею в виду, что проповедь больше похожа на первые всходы, а зрелым колосом является наше пение и совместная молитва. Главный результат жизни – прославление Бога. Главная цель человека – прославлять Бога и наслаждаться вечным общением с Ним, написано в катехизисе и лучше я сказать не могу. И если мы прославляем Бога в наших тайных молитвах, значит мы выполняем свое предназначение в жизни, дорогие. Поэтому, желая лучше прославлять Бога, мы должны просить Его о том, чтобы Он помог повысить качество нашего личного общения с Ним. Я все больше убеждаюсь на собственном опыте, что от внутренней духовной жизни, от нашей близости к Богу, зависит и твердость нашего характера и успех нашего служения среди людей. Давайте не будем пренебрегать общением с Богом. Но вот я слышу, как ревностный молодой человек или девушка говорит «Хорошо, я сделаю то, о чем вы говорите. Я буду молиться, работать над своей духовной жизнью. Вместе с тем я хочу начать делать что-то конкретное». «Прекрасно, но подождите еще немного. Позвольте задать один вопрос. Вы уверены, что своим поведением, что называется в повседневной жизни прославляете Бога так, как могли бы? Не думайте, что прославлять Бога мы должны только здесь. Вы можете прославлять Бога в мастерской, на кухне, дома? Большое заблуждение думать, что Бога надо прославлять только по воскресеньям, в доме молитву. Прославляйте его по понедельникам, вторникам, средам, прославляйте всегда и везде. Любое место свято для святого человека. Любое занятие свято, если за него берутся со святым побуждением, предавая себя в руки Бога. Ударяет ли человек кузнечным молотом или берется за плуг, он истинно поклоняется Богу, если выполняет свою работу, не как для людей, а как для Господа. Я люблю вспоминать разговор с одной служанкой, которая присоединилась к нашей церкви. Вы обратились к Богу, спросил я ее однажды. Надеюсь, что да, сэр. Что заставляет вас думать, что вы истинно дитя Божие? Многое изменилось во мне, сэр. И в чем же заключается это изменение, спросил я? Я не могу сказать точно, сэр. Поменялось все. Одно я знаю точно. Теперь я всегда подметаю под половиками. Много раз она оставляла мусор под половиками, но теперь она этого не делает. Добросовестно выполненная работа верный признак измененного сердца. во всех домах есть половики, под которыми собирается пыль, и когда деловой человек начинает выметать грязь из-под половиков своего бизнеса, а вы знаете, что такие существуют, когда они начинают отказываться от тех трюков, которые стали традиционными, но которые Бог осуждает, тогда становится ясно, что этот человек обратился к Богу. О, если бы мы всегда поступали так, как поступал Христос! Человек, который никогда не проповедует или даже не поет гимнов, но ведет святую жизнь, прекрасно прославляет Бога. И чем больше успеха он добивается в святости, тем больше он славит Бога. Разобравшись с этими вопросами, давайте возьмемся за непосредственное служение Богу. Давайте будем продолжать делать то, чем мы занимаемся, учить, посещать больных и другое, но давайте все делать больше. Если мы свое свободное время посвящаем служению Богу, тогда давайте лучше выполнять это служение. Многим церквям надо не новые программы начинать, а больше сил вкладывать в реализацию тех, что уже существуют. Можно легким шагом пройтись по песку и почти не оставить следов. Но если вы идете твердой походкой, то после каждого шага остается глубокий след. Давайте же, служа Богу, ступать твердо и оставлять глубокие следы на песке времени. Что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца. Прилагайте все силы и вкладывайте всего себя в работу. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим и всею крепостью твоею. О, если бы нам была дана способность так служить Богу, то это больше прославило бы Его. Хотя не всегда по количеству затраченных сил можно определить, много ли человек прославляет Бога, этот критерий все же срабатывает во многих случаях. Гиппократ, врач древности, сказал, что по руке человека можно судить о его сердце. Он имел в виду, что по пульсу можно было оценить работу сердца. Но, как правило, хотя бывают, конечно, исключения, если человек много трудится для Бога, значит, его сердце предано ему. Пусть те из вас, кто делает много, делают еще больше, а кто трудится мало, я умоляю вас, умножьте свои труды, чтобы с Божьей помощью славить его все больше и больше. Мы сможем больше прославить Бога, если будем помнить о нем в повседневных разговорах, если будем говорить о нем, будучи дома или в дороге. Мы сможем больше прославить его, если послушаемся совета Павла. Едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете в славу Божию. Неплохо было бы добавить к нашему святому служению пение. Мир поет, у миллионов людей есть свои песни, и я должен отметить, что у нашего народа развился весьма своеобразный вкус в отношении песен. Многие из них настолько бессмысленны и абсурдны, что годятся разве для умалишенных? Но, наверное, сумасшедший обиделся бы, если бы услышал, что я эти песни отношу к нему. А люди поют эти песни, и залы набиваются битком, желающими послушать их. Так почему же мы, унаследовав великолепные псалмы Давида, гимны Купера, Мильтона и Отца, не можем петь так же, как пели они? Давайте петь песни Сиона, они лучше и радостнее песен Содома. Заканчивая, я хочу призвать каждого христианина постараться осознать важность тех вопросов, которые я сегодня поднимал. И не только каждого христианина, но каждого человека, находящегося здесь. Буду умножать всякую хвалу тебе. Некоторые из вас вообще никогда не прославляли Бога. Представьте себе, что вы умерли сегодня вечером, а это рано или поздно произойдет. Где вы окажетесь? На небесах? Где же будут ваши небеса? Я не могу себе представить ваших небес. Небеса, о которых я знаю, состоят из благодарности, прославления и поклонения. Но вам все это чуждо, и Бог не будет сотворять для вас особое небо. О, мой слушатель, перед тобой выбор. Или ты поклонишься Богу, сотворившему тебя, или ты обречен на несчастье. И оно будет состоять не в том, что Бог разожжет костер для тебя, или будет изливать огненную серу своего гнева на твою голову. твое несчастье начинается в тебе самом, ибо не быть способным прославлять Бога равносильно жизни в аду. А прославлять Бога это уже небеса на земле. Чем больше мы поклоняемся Богу, тем больше блаженства ощущаем. Но не иметь ни капли благодарности в сердце значит не обладать ни капли счастья. О, пусть изменятся сегодня утром те люди, которые никогда еще не благословляли имя Господа. Пусть произойдет рождение свыше, Святой Дух силен мгновенно превратить каменное сердце в живое, и оно уже не будет холодным и безжизненным, а станет трепетать благодарностью к Богу. Неужели вы не видите, как Христос умирает на кресте загрешников? Неужели взирая на эту бескорыстную любовь, вы не испытываете благодарности за нее? О, если вы можете посмотреть на Иисуса и довериться Ему, вы почувствуете, как жизнь священным теплом проникает в ваше сердце, а вместе с ней хвала Богу. Начнется счастливая жизнь, и вы увидите, что чем больше вы будете прославлять Бога, тем счастливее будете, пока наконец ваше счастье не достигнет совершенства в вечности. Христиане, прославляете ли вы Бога все больше и больше? Если нет, то я боюсь, что происходит обратное. Вы прославляете Его все меньше и меньше. Нет сомнений, что если вы не идете вперед в христианской жизни, то вы идете назад. Стоять на месте невозможно. Вы смещаетесь то ли в одну, то ли в другую сторону. К чему придет человек, который прославляет Бога сегодня меньше, чем вчера, завтра меньше, чем сегодня, потом еще меньше и так далее? Что можно сказать об этом человеке? Ясно, что он движется к погибели, и его ждет один из самых ужасных приговоров на суде. О таких людях часто говорят Павел, Петр и Иуда, подчеркивая, что это деревья бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Лучше бы они не познали пути праведности, чем познав в какой-то мере оставили его навсегда. Лучше бы они никогда не брались за плуг, чем, взявшись за него, обратились назад. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Я молюсь, чтобы Бог приводил вас от силы в силу, ибо таков путь праведного. Растите в благодати, ибо жизнь проявляется в росте. Идите к небесам, как пилигримы, воспевая Господа в пути. Пусть примером для нас служит ласточка. Мы всегда должны взмывать ввысь, всегда должны петь ближе, Господь, к тебе. Мы должны взмывать ввысь, и нашим девизом должны стать слова «выше, выше, выше», и, взмывая ввысь, мы должны петь. И песня наша должна звучать громче, яснее все небеснее. Вперед, братья, делайте шаг вперед и пойте новую песнь. Стремитесь вверх, пока не достигнете славы. Аминь. Субтитры Субтитры Субтитры